Псалом 50 Да, вы знаете, о чем я говорю. Амин. Это Псалом Давида. Это Псалом Давида, когда он уже согрешил, это Псалом покаяния. И сейчас этот... Можно? Спасибо, хорошо. А это Псалом покаяния. Но речь не идет об этом сейчас. Речь... Мы будем найти наш стик. И тема сегодня, он такой, потому что... Ну, были вопросы по поводу эту тему. И один, даже два раза, я бы сказал, проповедовал. Но это такая важная тема для верующих, особенно сегодня и сейчас. И давайте вначале Псалом 50. И давайте читаем с вами двенадцатый стик. И в нашем Библии, это verse 10. 51-10. Сердце чистое сотвори во мне, Божий, и дух правый обнови внутри меня. Давайте помолимся. Отец наш Небесный Господь, молюсь, чтобы Ты благословил сегодня Твое Слово и проповедание Твоего Слова. Господь, дай мне говорение, Господь, чтобы все было понятно, доступно. И, Господь, более того, чтобы Твой Святой Дух благословил и работал. И дай нам, Господь, понимание, дай нам храбрость и дерзновение применять эти слова в себе в жизни. Помоги нам, Господь, покаяться, если необходимо. Господь, поменять наши мысли или точки зрения на Тебя или на других. Если это угодно Тебя, Господь, и молюсь, чтобы Ты благословил эту проповедь, чтобы это принесло славу нашего Господа Иисуса Христа. И во Его имя мы молимся. Аминь. Аминь. Ну, здесь, ну, то, что есть на первый взгляд, он сказал, сердце чистое сотвори во мне. И, конечно, есть гимны, которые посвящены полностью на это, и надо, чтобы мы были омыты, и надо, чтобы мы были чисты, чтобы мы были прощены, чтобы Господь убрал от нас эти грехи. И это важно. Но это не все. Есть много верующих людей, и они спасенные. Они будут на небесах. То есть, это не вопрос, будут ли они на небесах, или будут ли они в ад. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, что их грехи не омыты. Про спасение очень просто. Для нас. Это было не просто для Него, но это было просто для нас. Тебе придется уверовать во Кресте Иисусе, призывать Его имя. Уповая только на Него, признайся, что ты не можешь сам себе спастись. И уповая только на Иисуса Христа, и то, что Он сделал на Кресте, и это вот. И ты спасешься. Но здесь он дальше пишет. И Дух правый обнови внутри меня. Это другое дело. Иметь прощение и чистота, надо, чтобы Господь убрал все претензии, это одно. А обновить уже, чтобы был правый Дух, это другое дело. Так что, надеюсь, что вот все надо держаться немножечко, братья и сестры. Я обычно спрошу, чтобы братья проповедовали. Я просто забыл. Я хотел звонить Саше или Аллоше, или один из наших братьев, потому что самое сложное собрание проповедовать, это после обеда. Я знаю, что терпение, я знаю, что я люблю проповедовать, и этот час для меня немножечко страшновато. И я могу целый час проповедовать, и я стараюсь, чтобы это было побыстрее, потому что знаю, что вы не можете. Ну, аминь. Ну, это как бабушка Катя. Вспомнишь бабушка Катя? Дай Бог, что ты не попал у нее в гостях. И уже был уже не голодный, потому что она тебе, вот на тебе. И еще, на тебе, и еще, на тебе. Все. И иногда, как проповедники, мы виноваты. Вот на тебе еще. Ну, вот. Но были вопросы по поводу эту тему. И стоит, чтобы вы сами посмотрели, потому что я считаю, что ключ. Ключ завоевания душ к Иисусу Христу. Ключ именно победоносной крестьянской жизни. Ключ, чтобы ты был плодороден или нет. Это та тема здесь. И дай Бог, что вы ловили. Битее, 45 глава. Давайте. Битее, 45. Будем смотреть на здесь несколько стихов. Битее, 45 глава. И надо побыстрее, братья, сестры. Битее, 45 глава. И 27 стих. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил, что? Дух. Дух. Здесь говорится о Духе Иакова. А это опять Давид сказал, обнови во мне правый Дух. Здесь говорится о человеческом Духе, не просто Дух Божий. Здесь человеческом Духе. Смотрите, пожалуйста, Исход, 35 глава. Исход, 35 глава. И 21 стих. Исход, 35, 21. И приходили все, которые влекал к тому сердце, и все, которые располагал Дух, и принесли приношение Господу для устроения, скиния, собрания, и для всех потребностей ее, и для священных одежд. А обращайте внимание, что это был их Дух, возбуждал им этому делу. Числа, смотрите, пожалуйста. 14 глава. Числа, 14. Числа, 14 глава. И 24 стих. Но раба моего, халево, за то, что в нем был, что там? Иной Дух. Они все были Божьи люди. Все были там избраны Израиля. Эти шпионы, которые туда пошли. Но халево у него был здесь написан иной Дух. Это говорится насчет его человеческого Духа. Смотрите, пожалуйста, послание к Римлянам, теперь уже в Новом Завете. Давайте переходим. И мы можем здесь стих за стихом. И много подобных стихов есть в Писании. Послание к Римлянам, 8 глава. И 16 стих. И вот, хороший стих. 16. Сей самый Дух, уже с большим буквом Д, свидетельствует Духу, маленькая буква Д, нашему, что мы дети Божьи. Ну, Витя, ты знаешь, что спасен? Ты знаешь, верно, куда ты пойдешь после смерти. Объясни. Обрат, Саша. Да? Сестра Оксана. Объясни. Со словами. Невозможно. Просто невозможно. Но уверенности есть. Откуда? Его Дух свидетельствует уже к моему человеческому Духу. И Он говорит, не называй меня как грешник, и Он называет меня Сын. Я Его называю уже Отчим. Я уже Чадо Божие. Объяснить это очень тяжело. 1 Коринфянам, 14 глава, смотрите. 1 Коринфянам, 14 глава. 1 Коринфянам, 14 глава и 32 стих. 2 Коринфянам, 14 глава и 32 стих. нет. Дух пророков послушнее пророков. Этот что? Человек. Это Дух Божий. Что это такое? Я видел видеофильм, где был проповедник, была девочка, и как будто они полностью потеряли контроль над собой. Я понимаю и даже верю, что если Господь проявил свою славу, тогда мы все уже на полу. Понятно? Но я был только на пароподобных собраниях в жизни, где, когда именно присутствие Господа Бога было на так реально. И обычно вот такие... Нет. Обычно. Но было вот тогда, когда единственное, что хочется сказать, это свят, 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 и уже и вниз. Как будто человек уже гордо ходит, и... Нет. Я это прекрасно понимаю, но... Должно быть немножко самовладение нашего собственного духа. Так что мы смогли еще и много других подобных стихий смотреть, но это достаточно, чтобы понять, что вот, братья и сестры, люди, спасенные или неспасенные, у них есть этот человеческий дух. Бог сотворил человек по его подобию, и так как Бог, он есть и троица, так и человек он троица. У нас пару дней назад человек пришел на собрание. Для меня это так странно, что когда ты только что начинаешь поговорить с человеком, и когда его единственное задание это унижить Иисус Христос. Я это, конечно, не понимаю, потому что весь дух Нового Завета это чтобы возвеличить его выше и выше и выше. Он выше всех ангелов, он лучше Моисея, он лучше священника. Его кровь лучше, чем кровь, которая Святого Завета. Его завещание, его завет лучше. Он везде, он лучше и выше. Нет другого имени под небом, данным человеком, которого можно спастись или надо спастись. Он и есть путь и истины и жизни. И когда человек появится и начинается, это начало разговора, ты знаешь, Иисус Христос он не был Богом, он был какой-то как меньший Бог. Нет, он был Бог воплоти. И как Бог есть Тройца, Бог Отец, Сын, Святой Дух, мы не верим, что есть три Бога. Один Бог и его сущность он Тройца. И все, что он сотворил, это отпечатки его как палец, творческие. Он создал время. У нас настоящее время, прошедшее время и будущее время. у нас 3D, да, это то, что очень мудрое. Высота, ширина, глубина. Почему? Потому что Бог его сделал. Вот почему. Аминь. Бог сотворил именно и семья. Семья. Мужчина, женщина, ребенка. Да? Иисус Христос, он свет мира. Свет от солнца, это алфа, гамма и беда. Да, получается? Да, лучи. Но суд один. Он вода жизни существует как жидкость, как пар и как лед. Но это вода. Ты бы не сказал, что лед это не вода. Аминь. То есть мы можем дальше и дальше. Ну вот, у тебя есть тело, Господь дал тебе, у тебя душа, Господь дал тебе, и у тебя дух. Бог дал тебе тело, чтобы ты знал окружающий мир, через эти пять чувств. Бог у тебя уже душа, это интеллект, то есть мысли, наши желания, наши воли, и есть наши чувства. Но дух, то есть мы не можем видеть Иисуса через вот этого, мы его ни устно не слышим. Запаха нету? Да, ощущаем, я бы хотел, но пока и нет, на веру Библия говорит. Душа, понять Господь до конца не получается. Здесь умом. Желание тоже не получается. Без специального откровения человек он никто. И он нигде без Божьего откровения. Если Бог сам не откроет себе, мы с вами в темноте. Но дух это единственное, через которого можно знать и общаться с Господом. Христос сказал, что Отец ищет тех, которые поклоняются его, что? В духе и истине. Я заметил, что есть две крайности в христианстве. Есть там, где собрание просто мертвое, просто сухое. и все сухое, все такое, как на кладбище, есть другие крайности, но там постоянно буква, буква и буква. И надо изучать, и надо читать Библию. Это надо. Надо в духе и что? В истине. Есть те, которые делают ударение на истину, и так и надо, но надо баланс. Он сказал тоже и в духе. То есть наш дух это тот, который Бог нам дал, чтобы мы смогли знать его, потому что Бог есть дух, и преклоняющиеся в нему должны преклоняться в духе и в истине. И поэтому Христос сказал, что вам надо родиться свыше, врожденное духа с дух, то есть дух мертвый в нас, не работает, не работает в спасенном человеке, пока он не родится свыше, у него мертвый дух, в смысле, что он не работает в этом смысле. Так что, спасенный или не спасенный, у тебя свой человеческий дух. когда мы были в Америке в прошлый раз, я искал дом, где можно жить на мою семью, и у меня семеро детей, и у нас просто однокомнатная и деньги, чтобы иметь вот что-то тоже было очень сложно. Так что, я искал именно вот такие старые, немножко брошенные, те, которые нуждаются в работу, потому что я могу работать сам, и все остальное, и я искал, я именно искал те, которые были более-менее такие, как брошенные. И они все были вот такие. Я посмотрел, либо слишком дорого, или слишком уже брошенные. И потом я заметил, что был там такой дом. И район, я думал, как это так, что вот такой дом в этом районе за такую цену. Я звонил, женщина-сестра, она занимается недвижимостью, как агент, риалтер. Хорошая, она вот этого роста, но она такая, ее муж вот такой человек, он очень хороший. И вот, и она знает, как все эти коды, и то, что они делают в Америке, они, у них есть вот такие, как ячейки, которые несят прямо на, это как называется, ручку, двери. Если ты знаешь код, ключ для этого двери находится прямо в этом замке. Я звонил и сказал, что вообще это нельзя, без агентства нельзя, но она сказала, я отбираю, и ты можешь туда войти, можно смотреть, и она дала меня в код, и я набрал, и когда я пришел, я говорю, вау, это такой дом в моих мечтах, я уже хотел, и она дала код, я открыл, и я думал, как это так, за такие деньги, и вау, это было вообще все так большое и постранство, и огород был вообще, вот такой ландшафт этого типа, я еще до сих пор даже чуть-чуть течет, было так здорово, и потом мне надо было пару шагов, и потом я пошел уже в кухню, и я понял почему, я пошел туда в подвал, там было еще много чего там в подвале, и было раньше все здорово, но там я тоже, и потом пошел на втором этаже, и я видел, что вот просто дом стоял пусто, было текло уже крышу, и весь, весь это все это дорогая натуральная дерево на полу, именно штукатурка, то есть найти именно где делается еще штукатурка внутри дома в Америке, это сам по себе сложно, все делают это гипсокартон, но это было уже настоящее, там пол было вот такое все, я пошел, и вообще огромное такое, как дырочка, где все эта вода собралась и испортила весь дом, и жаль, просто одна точка испортила все, и я заметил, братья и сестры, все, что тебе надо, надо что-то, которое произойдет, произойдется в жизни, обычно обида, непрощение, что-то подобного, и он начинается, это как рак, который воспространяет, и потом через время он уже влезет в каждом место твоей существования, вы не заметили, что есть вот такие люди, где просто приятно быть с ними, ты отдыхаешь в их присутствии, это потому, что у них, как Даниил, у него был высокий дух, это был его человеческий дух, а какой у тебя дух, братья и сестра, что это такое, самое первое, что это такое наш человеческий дух, это не призрак, ну, чтобы вы поняли, это словарь говорит, что это отношение, временное или постоянное такое отношение, состояние ума, перспектива, темперамент, который ты в течение времени ты разобрал, как сказать, обновлял, не обновлял, выращивался, спасибо, и в течение времени ты уже такой человек, это твой человеческий дух, это немножечко объясняет, почему апостол Павел сказал в первом Коринфянам, пятая глава, когда надо было делать церковный дисциплин, он сказал эти братья там, он сказал, что когда вы собираетесь и мой дух с вами, это не такое, что апостол Павел находился там в Афине или где-то там, и он смог вытащиться от самого себя и соединяться с ними, это просто, что они знали его точку зрения на это дело, они знали, как мысль это поступало, знали, если бы он был здесь, они поняли, как бы он поступил бы, то есть имел ввиду, это был его дух, его дух еще остался там, вот, так что второе, то, что я хочу тебе сказать, братья и сестры, это что наш человеческий дух очень важен, потому что опять это ключ, это ключ и секрет для победоносного образа христианской жизни, я верю, что надо, надо, надо свидетельствовать, но если ты задир, тогда запкнись, понимаешь, я был, я пошел и проповедовал на улицу с людьми, и ты знаешь, мне больше ощущалось, что нам надо покаяться после этого дела, почему их дух, эти братья, их духи не были правильные, их не было просто, чтобы видеть спасение других людей, это была их цель их обидеть, если это твой цель, тогда зачем ты в служении вообще, надо любить людей, да, надо быть дерзновением, надо иметь храбрость, я это все прекрасно понимаю, но опять, твой человеческий дух будет влиять на всех и на все, аминь, либо хорошо, или плохо, так что наше, вот почему это важно, потому потому что когда мы победоносные, когда мы приветливые, когда мы самые более яркие, блестящие, вот такие, когда мы не грустные, когда у нас уже улыбки и не, как называется, у вас слова нету? серьезно? Гримаса, гримаса, это не то, это гримаса, нету? вы такие счастливые? Ну, когда есть улыбка и когда все хорошо, тогда мы такие не горки, не как смотрим наши лица, как черносливами, все вот так, и тогда у нас люди немножечко понимают, что вот у этого человека что-то, которое у меня нет, потому что трудно везде, братья и сестры, те верующие или неверующие, везде трудно. Аминь. И вообще, разве суд, когда мы свидетельствуем, разве мы иными словами говорим, на, я хочу тебе давать то, что у меня, да? И когда морг вашего смотрится как это, как бульдог, да? Ты просто вот так, и вот эти глаза, которые вот на тебе, будь как я. Не ожидает, не удивляет, чтобы человек сказал, что вот, держи сам, у меня свои личные проблемы, мне надо, чтобы ты на меня тоже кидал ваши. И на самом деле, большинство верующих именно так. Ведут себе там на работу, в доме, на огороде. Соседы, они слушают вас. Тебе слышно? Аминь? Они слышат, как вы там ругаетесь? Пою я. Аминь? Крики ваши, споры ваши. И потом ты хочешь, они просто говорят, что ты знаешь, ты лицемер. И не удивляйтесь, не удивляйтесь, когда они говорят, нет, я не хочу слушать. Хотя бы, по крайней мере, не от тебя. Ты не имеешь права мне что-то сказать по поводу этого, потому что когда неспасенные имеют больше радости в жизни, чем верующие, ты знаешь, что этот человек, ты знаешь, склонность нашего, наш человеческий дух остался те же, даже и после спасения. И здесь не играет роль ваша вероисповедания. Ты умеешь, ты можешь иметь самая хорошая и правильная точка зрения на Писании. И это надо, и слава Богу, что если у тебя есть, но если у тебя испорченный дух, грязный дух, вот, тебе еще надо много научиться от Иисуса Христа. Ты можешь быть как богослов, знаешь, знаешь греческий язык, еврейский язык, знаешь наизусть это практически всю Писанию, и ты можешь быть еще младенец уже в духе. Аминь. Это важно, так что я надеюсь, что вы успеете привести человека ко Христу до того, как ты с ним уже встретишься там. Вчера, я знаю, что братья собрались, чтобы раз-два трактаты, а я пошел, я тоже сделал посещение, я посещал брат Славик, посещал брат Славик, не тот дух, вообще не тот дух. Те, которые художники, вы знаете, что краска, есть много средств, или миди, есть гуашь, акриль, есть акварел, есть водяные, уже есть эмал, очень много, много, но свет те же, и ты знаешь, что свет этого, зеленый, красный, он только хороший, поскольку хорошее именно средство. Художницы, художники, они понимают вот это дело, правда же? То есть, если это средство, или как называется, медиум, да, у вас есть вот такое слово? Как? Не инструмент, это просто средство, то есть гуашь, или акрил, вещество? Вещество. Свет только хорош, поскольку вещество хорошее. Понятно? Так что у нас самая чистая вода, самая хорошая вода. У нас Евангелие Иисуса Христа. Лучшего ничего нет. Но ты можешь взять чистую воду и через трубы грязных и на другую сторону что-то. Вы сами прекрасно знаете, к сожалению. Так и есть, когда наш дух не совпадает именно дух Нового Завета. Когда мы еще не разобрались в себе с ним, с этим, тогда что-то обычно какая-то точка была, и мне было очень интересно, что в этом доме все было испорчено, из-за чего? Самая верхняя точка. И когда этот уже что-то здесь валяется, которое не должно там и быть, он уже течет через нашу, весь дом наш. Этот был спортсмен, и вы такой, ну, который может быть чуть-чуть старше, вы знаете, кто такой Брусли, да, вот этот, он вместе с ним, они бегали, и Брусли бегал, я не знаю, кажется, пять мил, это сколько там, семь километров каждое утро, и он вместе с ним, этот человек, ему было уже больше сорока или что-то, и он сказал, я уже не смогу, и ты знаешь, мне трудно, и если меня набить осторожно, потому что если я дальше, тогда я умру, и Брусли ему сказал, тогда умирай, и поехал дальше, пошел дальше, человек обиделся, пришел к нему и сказал, ну, вот мне с возрастом и все, он сказал, что ты знаешь, я заметил, что подобное, как ты, что как раз начинается здесь что-то не то, это влияет на все, и этот неспасенный человек, Брусли понял, он неспасенный, горит в аду сейчас, прямо сейчас, и он понял что-то, которое много верующих не поняли, она очень важна, если мы будем служить Господь правильно, тогда, братья и сестры, тебе надо перспектива, постоянного перспектива или темперамента, которое будет помогать Божье дело, и не мешать Божье дело, хорошо, опять, мы здесь не говорим, когда мы говорим насчет дух, мы не говорим, что у этого человека нехороший дух, мы не говорим, что он бесовский, держимый дьяволом, или что-то, просто бывает, что есть верующий и у него неприятный дух, вот, так что, следующий момент здесь, поехали дальше, вот здесь уже притча, 18 глава, притча, 18 глава, дух наш, и он очень-очень важный в служении, притча, 18 глава, и 14 стих, дух какой? Человека, дух человека переносит его немощи, а пораженный дух, это уже другого типа духа, кто может подкрепить его? Иными словами, наш человеческий дух, он и есть, как иммунитет, у тебя есть иммунитет физического вашего тела, и когда он слабый, что случится? Ты болеешь? у тебя когда-то было странное какое-то там что-то, и у тебя было как эмоциональное падение, и может быть даже изрыв прошло, и у тебя все хорошо. Ты знаешь, что это? Я это называю душевные простуды. Просто бывает, просто бывает, простуда это одно, но когда человек уже хронологическим болным, он может умреть из-за усложнения этого простого простуда или грипп. То есть обычно это не сам эта болезнь, которая не убывает, это в том, что он не становится здоровым. Так что здесь это говорит, что твой дух человеческий может болеть, братья и сестры. Он может болеть, и когда он болеет, тогда ты уже в опасном состоянии. Потому что сатана, я гарантирую, что сатана знает твой адрес, и как раз ты стал спасенным, уже ты являешься просто такой пип 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 на его радар. Как? Мишень? Да, он уже вот, уже вот такое. И он знает кое-что, он уже изучал поведение человека уже 6000 лет. И он знает, как провокации на наш человеческий дух. Если мы знаем, я знаю кнопочку для моей жены, я знаю. Я люблю вот иногда я просто приду уже в кухню, я прижимаю на этой кнопочке, мне нравится просто смотреть на фейерверке. И потом все у меня хорошо, я пошел дальше. если мы такие, но она тоже знает мои тоже, она нажимает, не так она здесь лучница какая-то. Если мы такие, тем более уже сатана и провокации к нашему духу. Они сказали, что во время Второй мировой войны, что новые такие солдаты свежие, которые были посланы туда на фронте, они всегда смогли определиться, кто здесь ветеран и кто здесь и нет. Это потому, что у них было то, что они называли тысячметровый взгляд. Они просто были как зомби. Они просто пустота. Просто как некоторая молодежь. как некоторые мужчины. И сестры тоже. А, не сестра. Ученые обнаруживали, что солдаты смогли держать именно эта бомбировка и повышенное стресс и состояние от 150 до 170 дней. Больше этого они уже и были бесполезны и даже и опасны. Опасны себе и опасны и других. И вот, сказали, что некоторые американцы, им надо было вот примерно 50 дней оставаться в этом зоне опасности. Солдаты из Великобритании до 100 дней. Я вообще не знаю, сколько дней держались вот здесь уже в Славлянске, потому что статистики их нет. нету. Но им неверно постоянно, год за годом. И если ты ломаешься, сколько из вас вы знаете человек, который вернулся из Афганистана, и они уже никакие. они были поставлены в этом зоне без отдыха слишком и ломал их. Слишком много произойдется, и сердце человека, и его душа, и ум его не может так быстро разобраться. И он ломается. И братья и сестры, я хочу тебе сказать, готовьтесь. Готовьтесь. я даже знаю, некоторые из вас прямо сейчас, я предупредил один брат здесь, я сказал, брат, готовьтесь. Ты был здесь уже сколько лет, сатана уже сам придет за тебя. Этот брат сейчас борется, ему тяжело, день за днем провокации, 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 и братья и сестры, если мы в этом зоне слишком, мы можем тоже ломаться. Раньше этот зал полный, полный, полный зал, даже если все, которые спаслись в этом городе был здесь, даже вот такое помещение, даже три таких помещения здесь не хватает. И как обычно скажу, что вот, смотри налево, смотрите налево, направо, и наверное, через пять лет, который сидит рядочком, славит Господу вместе с вами, они здесь и не будут. И большинство из-за чего? Провокация была, и они не смогли разобраться. и позволяли, чтобы было маленькое, маленькое, просто как текло, капли. И утро ты встал и ты думаешь, как он обидел тебя. И утро, и каждый раз, когда слышно даже его или ее имя, тум, 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 и потом тум, 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 и потом это, ты знаешь, это китайская форма мучения. тум, 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 это просто капля. И делает тебе сумасшедшим. Вот. Когда у нас раненый дух, братья и сестры, обязательно надо поступать правильно. Понимаешь? Надо лечиться. по-божьему. Потому что капля за капля. Один обид, потом ранен, потом вот этот, и потом вот этот, и потом тем больше. Потом через время ты не знаешь, как быть, что делать, и ты парализованный. Инвалидом. Для Господа, для себя ты опасный, для церкови здесь ты опасный. Есть людей, которые рады, что они здесь сидят, и здесь присутствуют. Но чтобы мы пошли куда-то, я всегда чуть-чуть хочу сказать, ой, пожалуйста, не проходите с нами, когда мы уже неспасенными. Почему? Потому они как пятно. Их дуг испортит все. Сколько раз я был там, пытался привлечь человека к кресту, я бы пришел, но я знаю, там у вас вот такой человек, и я говорю, да, я знаю их. Один из ваших, ну, они спасенные, хотя бы говорят, что они спасенные. что случилось? Дуг был поражен и не лечился. Хорошо, есть несколько видов, и я быстренько и закончу. Есть какие виды духа или духа бывают и которые надо обращать внимание? Горький дух, горечен, горечен обычно это результат зависти. Если у тебя зависть, тогда стидно вам. У меня нет никакой совет тебе, кроме покаяться. Это когда тебе плохо из-за того, что просто другой человек хорошо, ты испорченный человек. Ты слишком гордый, ты слишком думаешь о себе много, и нам надо радоваться с теми, которые радуются, и нам надо плачать с плачущими. Чтобы тебе было плохо, когда один брат или сестра, когда им хорошо, это зависть, и в течение времени Бог будет специально их благословить, без вашего разрешения. Я видел, я вел на собрание, и я знал, что был конфликт между сестра стоял, и слава тебе Господи, вот он вот так и так, и я видел вот сестра. Аминь. Вау. Вот. И все я хочу сказать, что тебе надо понимать, что это привилегия служить Господу. Малодуший, молодушечный дух, вот такое, разочарованный, разочарованный дух, это из-за неудачи, не получилось. Один раз, второй раз, третий раз, не получилось. И все, Илья, Давид, Моисей, вот другие, им все надо иметь дело с этим. И вот, как, ну, надо понимать, что неудачи очень часто один шаг к успеху. Хотя бы ты знаешь, что не работает. Вот, как Эдисон сказал. Человек, который успешный, это тот, который пытался вновь, вновь, вновь с неудачей. Но не бросил дело. Вот это то, что я не понимаю. Если вот, ну, вчера мне было это очевидно, когда Бог был так добрый к вам, вам, и что, ты получил все, что Бог тебе дал с радостью, и потом у тебя хоть один момент здесь не получилось, так как ты хотел, и ты просто полностью бросил дело, служение. Я это совсем не понимаю. Йов сказал, Бог дал, и Бог убрал. Благословен имя Господне. Надо просто любить людей, так как есть. Есть те, которые еще чувствительный дух. Я вспомню, как один пастор мне сказал, если мне надо было выбирать между просто чтобы моих сыновьях были просто задиры, или чтобы они были слишком такие чувствительные, я бы хотел, чтобы они были задиры. Я сказал, а мне братья тоже, не надо, чтобы было то или другое, но вы понимаете, быть с человеком, который постоянно, постоянно обижается. Всегда надо, чтобы он показал тебе, как он, когда он недоволен чем-то. если я в гостяк у кого-то, я не приду в вашем доме и начинаю исправлять все, что у тебя есть. Что это вообще за поведение? И постоянно люди приходят сюда, сидят, потом после собрания меня ждут. Я просто знаю уже этот взгляд. воспитательный. Вот еще раз. Они просто ждут, и не знаю, я не считаю, что это право, но и почему вы не так, и почему у вас так? Я говорю, что это вообще такое, и откуда ты из другого планета? И почему ты такой гордый, что ты пришел, и уже хочется здесь исправлять и учить всех? Я не знаю, воспитание у некоторых было чуть-чуть по-другому. Матери, я не знаю, что учили, но учили просто по-другому. Гневнующий дух. Как ? Angry spirit. Есть те, которые они просто постоянно недовольные и гневающие. говорят, ну, ты знаешь, хотя бы я не тот, который держит мое чувство. Я постоянно хотя бы выражаю, и у меня все, я не тот, который ничего не скажу, и я взрываюсь время времени, раз в год или что-то, и ответ на этот, и гранат тоже только один раз взрывается, и смотрите, что творится. Ты знаешь, с простудой передаются, да, болезни, болезни, гриппы. Притча говорит нам в 22 главе, что нельзя общаться с гневающим человеком, чтобы ты не научил его пути. гнев передается. Обязательно. Если этот человек оскорбляет и сограждяет и твой дух, я заметил, я был с ними, и я заметил, как это влияет. Они вот так постоянно, что-то такое, чем, и потом это постоянно возбуждает, и все остальное, и потом ты да, еще такое. Вот. Мой отец был фу. И тебе надо держать контроль над этим, брат или сестра. Гордый дух. Знаю один проповедник в Одессе. И всегда, как сказать, мы все должны бороться с гордостью. Я считаю. Аминь. Когда мы слишком думаем о себе выше, чем надо. Это постоянно мне надо покаяться об этом. Но есть некоторые, как будто не урав жизни, не борются об этом вообще. И я заметил, что потом все ученики у этого человека те же самые гордые духи. Просто гордые. И для меня это тошнота. Тошнота. Почему? Потому что если бы не было благодати Божьей, братья и сестры, нельзя свысока смотреть на бомжах. Нельзя свысоко смотреть на другие, потому что вероятно, если бы не было Божьей благодати, не было Божьего блага, если ты пережил то, что им пришлось пережить, может быть мы с вами тоже и ломались. Но слава Богу, что он не ожидал от нас то, что ожидал от них. Аминь. Нельзя, я благодарю тебе, Господи, что я не похож на этот брат. Нельзя. Гордый дух. Есть дух уже печали. Это интереснее. Как дела? Ну, все возгорит. Как сажа дела? Как сажа дела? Когда слава Богу, вот было хорошее собрание. Ну, да, ну, и потом уники всегда что-то добавляют негативному. Или когда ты пришел, присоединился уже с разговором, здесь речь идет о Боге, об Иисусе Кресте, и вот присоединялся вот именно этот, ну, постоянно черное облако уже вот здесь. И они придут, привет, собака моя умерла, умер, сдох, да, сдох, денег нет. И постоянно чего у тебя здесь начался, течет, течет не те мысли, и уже влиял на все. Дух, вот, вот еще дух, непрощение. Ой. Дух непрощения, когда капает здесь, потом влияет на всех и на все. постоянно, когда тебе начинаешь говорить о ком-то или о чем-то, о переживании, тебе всегда надо вспоминать эти обиды ваши. Иногда эти обиды и повторение этих обид служит, чтобы было жизненных уроков. Иногда это просто у тебя нет победы, и ты еще не простил. И тебе еще больно, и еще будет больно, пока ты не простил ради Христа. И пока у тебя нет этого прощения, он будет влиять на все. И не удивляйтесь, когда люди просто не хотят быть с тобой. Не удивляйтесь, почему люди хотят сидеть и общаться с нею или с ним, а с тобой нет. Почему твой дух не то, просто заметно. Иногда невозможно определиться, почему. Просто иногда у них нет этого багажа, который мешает всем. И потом напоследок критический дух. Это из-за зависти, из-за гордости, из-за неуверности. Он симптом и это парализис, то есть парализованный человек. И ты знаешь, я заметил, что те, которые критикуют побольше, они те, которые делают самое меньше. Вы заметили? Почему? Потому что они боятся, что если они будут чем-то заниматься, другие будут их критиковать именно так, как они критиковали другие. это критический дух, он будет тебе тоже сделать инвалидом. Так что, какой у тебя дух, брат, сестра? Какой твой человеческий дух? я не шучу, я серьезно с вами сейчас говорю. Мы уже закончили, и до того, как уходим уже с молитвой, братья и сестры, серьезно, сейчас уже мы не собрались, чтобы просто балдеть сейчас. Аминь. Мы пришли, и вы слышали Слово Божие, хотел, я задавал вам вопрос, какой у тебя дух? Наро разобраться с Господом и с Библией. Давайте помолимся.